Европейская компания Белл Вест была основана в 1988 году в городе Витебск западно-германским обувным концерном Саламандер. Приветствую тебя, ищущий. Два дня назад вышел ролик, в котором я рассказывал о сети обувных магазинов Белл Вест. Продавец которого ввел меня в заблуждение и заставил взять обувь, в которой я не был уверен. Тем, кто не смотрел, пересмотреть данный ролик. И как только видео было выложено, челядь начала роптать. Ах, как же хорошо сейчас у многих бомбанет. Поясняю сразу, кого я называю челядью. Не моих сообразительных умных зрителей, которые, посмотрев прошлый ролик, сразу сообразились, что я хочу донести. И без труда разобрались в поступившей информации. Челядь это подглуп... Как смешно, а? Челядь это подглуповатые обуватели, которые не обременены великими целями и помыслами, но хорошо разбираются в бытовых вопросах. В их зашуренном маленьком мирке все должно быть как у всех. И малейшее отклонение от проторенной колеи, в которой они бегут, как подопытные свинки, в лабиринте. Вызывают у них страшное бомбилово и предсказуемость реакций на каждый появляющийся раздражитель. Холопы очень трясутся над своими копейками, которые зарабатывают и у... Холопы очень трясутся над своими копейками, которые зарабатывают. Все магазины с дешевыми товарами и все нюансы при покупке какой-то вещи, чтобы свои грошики не потерять. Именно холопы после моего ролика про обувное побежали в комментарии и, брызгая слюной, начали оперировать такими словесными оборотами, как... Ну ты и тупой, решил поношенную на улицу обувь сдать обратно в магазин. Или... Как можно не знать законов торговли? Ну и весь вот этот бред. Открою вам одну тайну, крепостные. Барин не должен всего этого знать. В этой светлой голове мысли роятся более высокие. Нет, я понимаю, что в нашей нищей стране каждый второй это озлобленный ублюдок. Но нужно даже в такой тяжелой и жесткой среде хотя бы немножко мозги-то включать. Это все равно, что великий полководец, который управляет армией и моделирует стратегические перестановки отходов и наступлений, решив неожиданно отобедать вместе с солдатами, подойдет к одному из них и спросит, а где тут у нас кухня и во сколько кормят? И солдат такой, как можно этого не знать? Жрачка-то это самое главное. Время и место у нас же прямо вот здесь, вот на подкорочке выжжено. Боросткой. Боросткой. И вот сейчас я прямо вижу, как один из холопов выпускает из руки саху и плуг и пишет в комментариях, ну и чест вы у этого парня? Не знаю законов торговли, да вы упоролись что ли? С чего я их знать должен? Я никогда в жизни не возвращал обувь. Купил, забыл. И уже точно при такой раскладке я не буду забивать голову вашей торгашеской мутью. Специально что-то учить и узнавать. В жизни я привык опираться на слово человека, на ту информацию, которую человек мне озвучил. Если человек чего-либо мне не досказал, то это его личные проблемы. Его проблемы и вина, потому что он должен был это сказать. И спрашивать я буду с этого человека. Так и получилось с обувным магазином Белвест. Подлинный стиль, натуральный комфорт и настоящая красота. Это высокое искусство от Белвест. В котором продавщица проконсультировала меня по-ослиному, решив, что самую важную информацию озвучивать не нужно. И я наверняка должен ее знать. Когда происходят такие ситуации, человек отказывается отвечать за свои слова. А отвечать за свои слова это одна из самых важных важностей в нашей жизни. Я всегда предпринимаю шаги, чтобы призвать негодяя или ошибшегося человека к ответу. Поэтому я и записал ролик, в котором надавал пощам сети обувных магазинов Белвест. Но я всегда иду навстречу тем, кто осознает свои ошибки. Так получилось и здесь. Оказалось, в руководстве Белвеста работают не тупые овощи. И когда мой ролик вышел, на следующий же день со мной связался региональный менеджер компании. В телефонном звонке передо мной извинились и пригласили в магазин. Где еще раз извинились за недоразумения и вернули деньги. Более того, следящие за моим творчеством знают, что одна из мыслей, которую я активно проталкиваю в мир, это то, что каждый человек в этом мире должен принести в этот мир что-то хорошее. Вот и мой конфликт с Белвестом вылился в пользу. В душевной беседе лицом к лицу с региональным менеджером Еленой меня заверили, что со всеми продавцами данной сети теперь после моего случая будут проведены разъяснительные работы, дабы таких ситуаций больше не происходило. Теперь покупателям будут давать точную и самую полную информацию, а это ли не доброе дело. Белвест реабилитирован. Никаких претензий к данному магазину я не имею. Желаю обувной сети Белвест процветания и достатка. Обращаюсь вновь к крепостным. Были такие комментарии, мол, зачем ты об этом снимаешь? Ты же музыкант, снимая музыки. А то снимешь еще о том, как ты ешь. Отвечаю, князь будет снимать то, что пожелает. Ребята, который раз вам можно уже напоминать? Я не только музыкант, я еще видеоблогер, я еще писатель. Я не подопытная свинка, бегущая по правилам в лабиринте, куда укажут. Я не собака на цепи, которая должна исполнять только одну функцию. Если я музыкант, то отклонение вправо или влево – расстрел. Нет, так это не работает. Плевал я на эти клише. Ну а моим сообразительным зрителям, которые сразу поняли, что я хотел донести в первом ролике, уважение и почет. Всем добра, с вами был Сокол, истинный маг. Да пребудет с вами сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова